10 часов вечера. Время новостей на АТР. Вы смотрите ЗАМАН. 17 ноября, 1359-й день Анакси Крыма. В Беларуси задержали журналиста украинского радио Павла Шаройко. Его подозревают в шпионаже. Жена Павла предполагает, что его арестовали еще 25 октября. Именно тогда он в последний раз выходил на связь. Посольство Беларуси в Украине на официальные запросы не отвечает. Шаройко работал в Минске почти 10 лет. Был субкором агентства Униан. Последние несколько лет работал штатным корреспондентом украинского радио. К журналисту допустили украинского консула. Подробности в сюжете. Выпуски новостей украинского радио начинаются о задержаниях журналистов в Минске. Павел Шаройко работал собственным корреспондентом украинского радио с прошлого года. Освещал события, связанные с Украиной. Среди них Минские соглашения. 25 октября в доме украинского журналиста сначала провели обыск, а затем его задержали. Об этом украинскому радио рассказала супруга Павла Елена. Она запуганная, общаться с журналистами отказывается. Шаройко задержали спецслужбы в Беларуси. Его обвинили в шпионаже. В Национальном союзе журналистов Украины говорят, коллегу обвинили в несанкционированном сборе информации. Они уже обратились европейским коллегам, сообщили представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Белорусский журналист Францисше Свеченко знает, как работают и спецслужбы. За его антироссийскую и антибелорусскую позицию. КГБ также задерживали и пытали. Вечернка убежден, что украинской власти удастся освободить коллегу. Будет зависеть от давления украинских властей. Если украинская власть поставит ультиматум Лукашенко, Лукашенко не давит на своих сообщников в КГБ, возможно, журналист будет отпущен. Но, возможно, также и другой сценарий, что ССБ, которая, впрочем, возможно, и стоит за этим задержанием, оно попросит экстрадировать Павла Шаройко в России. Если это произойдет, это будет свидетельствовать о том, что Беларусь никаким образом не является самостоятельной стороной. К Павлу Шаройко вечером пустили консула в украинском МИД. О факте задержания знают там немногословные. Украинскому журналисту предоставили государственного адвоката Беларуси. Кто будет представлять интересы журналиста от Украины, пока неизвестно. В последнее время это не единичный случай задержания украинцев. Последнее исчезновение Павла Гриба в конце августа. Похищение грузинского журналиста в Украине. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что несколько украинских спецназовцев вывезли в неизвестном направлении журналиста грузинской телекомпании «Руставе-2» Тамаза Шавшишвили. Вместе с ним задержали двух его друзей. Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении, написал Саакашвили на своей странице в Facebook. Он добавил, что Шавшишвили всю жизнь был журналистом и ничем другим, кроме как сбором и распространением публичной информации, не занимался. Позже стало известно, что грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили и его друзей доставили в аэропорт Киев. Там сейчас находится наш корреспондент Виктор Панамарев. Он на связи со студией. Виктор, расскажи, пожалуйста, о последних подробностях. За информацией народного депутата Юрія Дерев'янка, викраденого грузинского журналіста Тамаза Шавшишвили та ще трьох громадян Грузії, вивезли літаком Національної гвардії. За його словами, це сталося близько 17-15 минут. Про це написав Юрій Дерев'янку в своєму фейсбук. За його словами, викрадені перебували саме на цьому борту. Також він написав, що цей літак не був офіційно зареєстрований у базі переліту. Також він написав, що близько 21-15 літак вже мав би приземлитися на території Грузії. На цьому у мене все. Студія. Дякую, це був Віктор Пономарєв із аеропорта Київ, де знаходився похищений грузинський журналист Тамазо Шавшишвили і його друзі. Появились подробности расстрела дома крымсько-татарського активиста в Крому, а именно, объявився, будто бы виновник преступления. Об этом телеканал «Латер» сообщил сам крымчанин Джафир Аметов, чей двор обстреляли в ночь на 16 ноября. Інцидент произошел в селе Курске Белогорського района. В результате обстрела никто не пострадал. «Пришел один извиняться, можу извинити, так случайно получилось. Ну, я думаю, хорошо, я могу тебе извинять. А ты говорю, покажи, как это произошло, как ты стрелял, как выстрелила. Ну, он покажет абсолютно чуждые вещи. Под тем углом, откуда он стрелял, как он стрелял, вообще параметры болитки не подходят. Отсюда выходит, что его делают прядер. Задержанный накануне в оккупированном Крыму Мустафа Мустафаев нашелся. Его до сих пор удерживают крымские силовики в Севастополе. Жена задержанного, Ленара Мустафаева, в комментарии нашему телеканалу сообщила, что ее мужа привезли в отделение полиции Севастополя после полуночи. Где его держали весь вчерашний день до этого, неизвестно. Женщине удалось две минуты пообщаться с мужем. Мы увидели в 12, начало первой даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот пять минут мы постояли. Они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему сам успокаиваю, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает. Мы сегодня вечером поедем, адвокат будет с вами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехала в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, занова сельского совета, в шоке о том, что все случилось, о том, что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинуть могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? Вчера произошло по меньшей мере три обыска. В частности, в семье Мустафаевых в советском районе ФСБ и вооруженные следовики пришли утром и разбили двери и окна, избили детей. Во время обыска ничего запрещенного не нашли. Несмотря на это, арестовали главу семьи Мустафу Мустафаева. В распоряжении Меджлиса есть копии протокола обыска в селе Пушкино советского района. Об этом сообщил председатель правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Член Меджлиса Искендер Бореев в эфире телеканала АТР. Согласно документам, куратором обыска был старший следователь следственного управления МВД России по городу Севастополь, майор юстиции Дянкин СВ. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы, для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще каким-то образом преступным путем добытые средства, и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Президент Чехии выступил с очередным скандальным заявлением по Крыму. По мнению Милыша Земана, европейским политикам просто не хватает мужества заявить публично, что аннексия полуострова России – это завершенное дело. Хотя большинство из евролидеров так и считает, убежден Земан. Такие мысли чешский президент выразил в интервью журналисту ТАСС. Ранее, во время выступления в Страхсбурге, президент Чехии предложил заплатить Украине и таким образом узаконить аннексию Крыма. Тогда в правительстве Чехии назвали заявление Земана личной позицией президента, а украинская сторона выразила протест. В США раскрыли детали оборонной помощи Украины. Так, впервые за помощь будет предоставляться для укрепления защиты на море. Речь идет о минном и противоминном оборудовании, прибрежном и береговом оборудовании. Кроме того, стало известно, что Вашингтон будет оказывать эту помощь только при условии прогресса в реформах оборонного сектора Украины. Значительно расширятся возможности помощи по лечению и реабилитации украинских военнослужащих. Проект оборонного бюджета США утвердили обе палаты Конгресса и уже отправили его на подпись Дональду Трампу. Проект предполагает выделение Украине помощи в 350 миллионов долларов и включает предоставление летального вооружения и другого оборудования обучения и оказания технической помощи. В Новоалексеевской школе номер один в этом году открылся класс с крымско-татарским языком обучения. На уроке побывали наши корреспонденты. Вот так проходит урок в классе с крымско-татарским языком обучения, который в этом году открылся в Новоалексеевской школе номер один. Учительница говорит, чтобы дети лучше учились, урок должен быть интересным. Она приехала из Крыма 9 лет назад с дипломом Крымского инженерно-педагогического университета с пометкой «С правом преподавания на крымско-татарском языке». Еще в прошлом году вела кружок крымско-татарского языка в садики, а в этом году взялась за свой класс. Первые сложности это составить, например, календарное планувание. Вот в этом была немножечко у меня так проблема, что я немножко сидела, мучилась, писала. Но постепенно дети стали читать, стали писать. Директор учреждения говорит, крымско-татарский язык и литература преподаются здесь в качестве предмета с 1989 года. Класс с крымско-татарским языком обучения открыли в этом году. Начальный класс у нас с первого по четвертый идет с крымско-татарским языком обучения класс. Далее он переходит в пятом классе в класс с крымско-татарским языком изучения. И мы работаем по всем тем же школьным программам, как и все обычные дети. Сейчас дети пользуются простыми словами и предложениями, а к четвертому классу крымско-татарская составляющая урока должна вырасти до уровня свободного общения, говорит директор. Но педагогика не заменит живого общения в семье, говорит учительница. Она до сих пор благодарна своей бабушке. Бабушка очень много дала в том плане, что рассказывала сказки на крымско-татарском языке, разговаривала дома с нами, общалась. Первый год работы этого класса можно считать экспериментальным, отмечает директор. В Новолексеевке живет около сотни крымско-татарских семей. И если эксперимент будет успешным, количество таких классов может возрасти. Евгений Кучеров, Заман, АТР. Мастер-класс для школьников по изготовлению свечи памяти провели в музее-мемориале жертв Голодомора. Собственно, ручно сделанную свечу дети вместе со своими родителями должны зажечь 25 ноября, в День памяти жертв Голодоморов. На мастер-классе побывала и наша Виктория Блязова. Натуральный воск, фитиль, лента и свеча памяти готова. Десятилетний Ярослав на подобном мастер-классе впервые. О Голодоморе знает еще от прабабушки. Ее мама, прабабуси, пережила этот Голодомор и еще жила не очень долго после этого. Она была в Винницкой области. Ее родители только погибли в Голодомор. Чтобы дети не забывали о трагедии украинского народа, в музее устраивают такие мастер-классы по изготовлению свечей памяти. Их дети могут забрать домой. 25 ноября их зажгут, чтобы вспомнить умерших от голода украинцев. А это 7 миллионов человек. Мне нравится, и я буду рада запалить свечу. Мне как-то жаль тех людей, что мы сейчас хорошо живем, а они, наши предки, жили как-то так скорботно. Сотрудница музея Ольга Вагодованец говорит, традиция зажигать свечу возникла из-за того, что в годы Голодомора погибшим не ставили свечи и даже не хоронили на кладбище. Люди помирали и похованы не за христианскими звичаями, без поведения, без бледных хрещений. То есть, эта традиция была порушена. И поэтому мы сегодня и восстановим как традицию, так и свечаца всегда есть как жалоба, скорбота. Виктория Блязова, Асан Еминов, Заман, АТР. В Одессе сорвали концерт российского актера Константина Райкина. Группа активистов, а это около 20 человек, ворвалась в драм-театр и пыталась проникнуть на сцену. Российский артист сразу же ее покинул, как только увидел, что к нему бегут люди. Активисты назвали Райкина крымнашистом, лицом которой является врагом Украины и публично поддержавшим аннексию Крыма. Это не первый сорванный концерт Райкина в Украине. В сентябре отменили его выступление в Днепре. Тесла представила свой первый беспилотный электрогрузовик. В Калифорнии Тесла Сэмитрак показал основатель компании Илон Маск. Производство новинки начнется с 2019 года. Сколько будет стоить электротрейлер, неизвестно. По словам Маска, это очередной шаг на пути к освобождению экономики от ископаемого топлива. Запас хода электрогрузовика будет 800 километров при полной загрузке. Для сравнения, дизельные трейлеры преодолевают вдвое большее расстояние без дозаправки. Впрочем, по словам Маска, электротрейлер будет дешевле в эксплуатации и быстрее дизельных аналогов. Этот трейлер будет необыкновенным. Он будет разгоняться, как никакой другой. Посмотрите, как это будет происходить в реальном времени по сравнению с дизельным грузовиком. Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире. И расскажем обо всем уже в понедельник в 8 утра в первом же выпуске «Заман». Хороших вам выходных. Будьте с АТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова